Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» в студии Наталья Фёдорова. Долгожданное лето наступило, вместе с ним и подкрадывается наш купальный сезон. Конечно, сейчас погода нас не радует, но синоптики обещают, что скоро совсем нас будет радовать тёпло-тёплое солнце. Итак, мы сегодня поговорим не о погоде, а о городских пляжах и водоёмах, в каком они состоянии находятся, что есть, чего нет. И на эти другие темы мы обсудим с гостями нашей студии. Итак, у нас сегодня в гостях Вадим Борисович Рыбачук, председатель общественной палаты. Здравствуйте! Добрый день! Дмитрий Владимирович Кирпу, ведущий специалист-эколог. Здравствуйте! Здравствуйте! И Юлия Ивановна Андриановна, врач-дерматовенеролог клиники РЖД-медицина. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, давайте всё-таки мы начнём с главного вопроса. Что же такое само по себе понятие пляж, что оно предполагает, что должно быть на пляжах для комфортного времяпрепровождения и, самое главное, наверное, безопасного. Вадим Борисович, вам слово. Спасибо. Мы, конечно, представляем с детства, наверное, что такое пляж и что мы можем на нём получить, какие услуги, какие условия и так далее. Безусловно, для всех на нас пляж – это вода и песок. И, соответственно, вот в этих двух моментах мы и должны, собственно, рассуждать об этой теме. Безусловно, вода – это большая проблема в настоящий момент, потому что с ней связано очень много факторов, которые осложняют жизнь человека. Потому что, к сожалению, у нас практически в черте города нет ни одного водоёма или нет ни одного места на берегу Великой Русской реки, где бы Роспотребнадзор согласовал возможные места купания. С песком попроще. Песок, он не такой вредный, как вода, поэтому можно на нём отдыхать, загорать. Главное, что не сгореть. Ну и, безусловно, очень важным элементом наличия, который делает пляж пляжем, – это инфраструктура. Пожалуйста. А вы как думаете, Дмитрий Владимирович? Ну, я соглашусь, в первую очередь. Всё-таки, да, пляж – это у нас песок и вода, всё верно. Но в настоящее время, да, в городе Твери, правильно опять же говорят, что нет возможности где-то искупаться и где-то отдохнуть. Но при этом, да, люди пренебрегают и в черте города, на том же городском пляже, так называемом нашем, люди и купаются, и отдыхают. Ну, в первую очередь, наверное, больше загорают, но всё равно. И, ну, с точки зрения экологии, да, сказать, что расположение самого городского пляжа у нас не очень удачное, так как все, большинство наших предприятий находятся выше по течению, и то есть всё, что у нас сбрасывается в Оггу, это как раз-таки идёт ниже по течению. То есть, если рассматривать именно этот аспект, то он негативно влияет на пляж. Ну, а другие, также у нас же есть река Тьмак, у нас есть карьеры, но опять же они не подходят под, так скажем, городской пляж или под пляж. Поэтому можно сказать, что да, с этим у нас проблема. Вот вы правильно сказали, что всё равно люди порой пренебрегают данными факторами, что всё равно купаются. А вот вы как считаете, всё равно, вот почему человеческие факторы, вот мы знаем, что там не очень безопасно купаться, вредно, а почему всё равно люди вот идут и купаются? Потому что такова психология человека. Ему хочется делать то, что ему хочется. Не то, что ему надо делать, не то, что ему говорят, что нужно делать, а то, что ему хочется. И хочется мне добавить ещё предыдущего оратора, что пляж — это ещё вода, песок и солнце. Да, что тоже немаловажно. И от солнечной энергии тоже можно себе получить всякие разные ущербы для здоровья. А всё-таки вот есть ли официальные места для купания в Твери? Они популярны или вообще у нас их категорически нет? Ни одного места официального? Ну, к счастью, одно место почти официально это есть. Надо сказать, конечно, что такое официальное и неофициальное. Роспотребнадзор у нас делает пробы воды по определённым нормам. Санпин, нормативы. И нормы воды должны соответствовать. Пробы воды должны соответствовать санпинам. К сожалению, на Волге все пробы воды, они негативные. То есть места для купания, для нормального купания, которое потом не вызовет проблемы с желудочно-кишечным трактом или с кожным покровом человека, в Твери нет. И это не только связано, конечно, с тем, что предприятие у нас находится выше по течению. Прежде всего, проблема с ливневыми коллекторами. Очень много ливневых коллекторов, которые в городе проектировались и строились там довоенные, послевоенные, в 60-е, 70-е годы, когда экологическая проблема стояла не так остро, они проектировались с выходом в реку Волга. И вы сейчас это можете прекрасно видеть. То, что из коллектора во время дождей стекает мутная грязная вода в Волгу. Естественно, она большую часть мусора, который несет, оставляет в реке. И, естественно, из-за этого возникает проблема. Безусловно, МУП ЖЭК имеет огромное количество предписаний и со стороны администрации, и со стороны контрольных органов того же самого Роспотребнадзора о необходимости устанавливать очистные системы на каждом коллекторе. И если на предприятиях городских эти очистные системы установлены, и они контролируются Роспотребнадзором, контролируются другими органами специальными, то с ливневыми коллекторами вообще проблема, с ливневыми стоками. Понятно, сейчас мы просто констатируем факт, что все стоки, которые попадают в Волгу через эти коллекторы, очистить в данный момент не представляется возможным. Конечно, в перспективе задачи такая есть. Есть национальный проект экологии, который тоже туда попадает. Но вот этот купальный сезон, извините, он проходит без Волги. То есть вы считаете, что этим нужно заниматься заранее? Этим нужно заниматься на постоянной основе. И перспектива у нас впереди там нескольких лет о том, что мы должны эти коллекторы обезопасить для граждан. Что будет потом, это Роспотребнадзор скажет, когда сделает забор воды. Нормальная вода, по мнению Роспотребнадзора, соответствующая Санпино, это Константиновский карьер. Хотя эта ситуация тоже очень условная, потому что официальным пляжем Константиновский карьер не назовешь. Во-первых, это федеральная земля. Во-вторых, нет ни системы управления, ни какой-то организации, которая юридически хотя бы имела возможность там что-то делать. Те же самые там зоны отдыха, контроль за гражданами, которые купаются. Или еда, которая там продается. Медпункт. Медпункт, безусловно, спасатели и так далее, и так далее. Ведь это целая инфраструктура. К сожалению, там этого нет, потому что формально нет пляжа. Если мы даже посмотрим на городской пляж, о котором вы сказали, то там инфраструктура есть. Да, и там есть возможность отдохнуть, там есть возможность детям поиграть на площадке. Спортсмены там могут, там, воркаут есть, площадка для воркаута, теннисный корт, там, волейбольная сетка и тому подобные вещи, типа велодорожки, зоны отдыха, места, где продается питание, вода и так далее, и так далее. Есть люди, которые этим занимаются. Это же введение дирекции парков находится. Соответственно, эту структуру каждый год обготовят пляж к сезону, несмотря что купаться нельзя, и сопровождает весь сезон его. То на карьерах позитив, вода хорошая, а инфраструктуры нет. Опять же, очень важный фактор – это безопасность. Потому что, конечно, развлечение нам нужно, напитки нужны, и прочее для детей тоже нужно это все, но безопасность нужна все равно какая-то. Медпункт, спасатели. Да, Дмитрий? Да, обязательно. Общественные туалеты, опять же. Ну, тут вопрос, наверное, даже… В городском пляже, кстати, и туалет есть. Да, в каком они состоянии, правда. Вот, вопрос тут возникает даже главный. Интересно, а можно ли землю, которая находится, получается, в Константиновской карьере, перевезти в землю такого назначения, чтобы использовать там это как пляж? Потому что этот вопрос возникает уже, ну, наверное, даже с моего детства. То есть каждый туда ездит, набирается. Все привыкли, да, к Константиновским карьерам. Это, наверное, излюбленное место горожан. И при этом каждый год там все-таки какая-то инфраструктура появляется. То есть там САПы уже сделали, да, как знаете, там водный парк, маленький для детей делать. Там иногда приезжают, ютуб продают. Официально это или нет, мы не знаем. Ну, я, например, не в курсе, официально это или нет. Ну, даже сам приезжая туда, вот, задаешься этим вопросом, можно ли из этого места сделать официальный пляж в городе Твери. Хорошо, вот на этом и вопросе. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. Не приключайтесь. И, кстати говоря, не забывайте еще звонить в нашу студию по телефону 300-190 и задавать вопросы в прямом эфире. А мы продолжаем нашу тему в эфире программы «Тема дня». Итак, тема городских пляжей. Дмитрий Владимирович, с вами слово. Да, ну вот, хотелось бы продолжить. Получается, да, у нас городской пляж в Твери это на фонах Никитина и карьеры взять, которые вроде бы с инфраструктурой, но которая, эта вся инфраструктура непонятно, частная, скорее всего. То есть, то есть, то нету. Потому что каждый год даже приезжаешь, что вот есть какие-то там остановки продажи еды, и то ее нет. То есть, рассчитываешь. Единственное, что там закрепилось, это волейбольные площадки, вот сделали хороший, песок, опять же, новый обновили, я так понимаю. И людей это привлекает. Люди все, все горожане у нас любят ездить именно туда, а не пользуются тем же нашим городским пляжем. Или, опять же, у меня почему-то сравнится все, река Тимака. Тоже ведь хорошая река, хорошее место, но там нигде не обустроено. Первомайская роща, только, наверное, это место и все. Ну, Первомайская роща, это вообще любимое место для шашлыков особенно. Да, да, да. Но, опять же, не для купания, к сожалению. Хотя находится все в черте города, удобно, но все равно многие выбирают карьеры. Мы также говорили с вами про безопасный пляж. Все-таки, и самое важное, это медпункт на пляжах, да? Я вообще, как врач, я сейчас считаю, что пляж – это место там, где должно быть безопасно и для взрослых, и для детей. Поэтому песочек, вот как, опять же, говорил предыдущий наш оратор, песочек должен быть чистый, в песочке не должно быть окурков, не должно быть осколков, потому что игра в волейбол, она такая достаточно активная, запросто можно на стекло, на какую-то палочку попасть, и будет глубокая рана, которая будет обязательно инфицирована, потому что песок попал в открытую рану. Кроме того, песок – это место для размножения всякого рода болезнетворных бактерий, и грибов, и вирусов. И очень часто, что после пляжного сезона приходят люди, у которых, допустим, подошвенные бородавки, у которых микозы кожи, микозы ногтей, не говоря уже о разных гононичковых заболеваниях. Плюс на пляже, как, опять же, мы коснулись уже, должна быть чистая вода. Если детки и взрослые заглатывают при купании грязную воду, это желудочно-кишечное расстройство. Если грязная вода попадает на слизистый глаз, это конъюнктивиты бактериальные, вирусные, грибковые, всякого разного рода конъюнктивиты. И если же попадает, допустим, на волосы, что очень часто бывает, то может это вести к выпадению волос, которое может быть именно из-за воздействия грязной воды или той воды, в которой содержатся вредные вещества. Про волосы, кстати, интересно. Даже не знала, не знала, что даже волосы могут выпадать. Ну и, конечно, это такое место, где люди наши привыкли отдыхать, добавляя к своим 36 градусов, кто 40, кто немножко меньше. И поэтому такие люди, разгоряченные дополнительными градусами, могут нырнуть в том месте, где нырять нельзя, могут, перегревшись на таком ярком солнце, сразу прыгнуть в холодную воду, что может способствовать остановке сердца рефлекторной. То есть медпункт в обязательном порядке должен быть на всех пляжах, чтобы успеть оказать экстренную помощь. И все работники должны быть этому обучены. То есть они должны понимать, как, что им делать. Должен быть выработан какой-то алгоритм, чтобы не было такого, что вынули, а что с ним делать дальше неизвестно. Ну и, конечно, я хочу сказать, что в первую очередь пляж должен быть безопасен для деток. Должна быть огорожена зона для купания деток, чтобы они куда не нужно не заплывали. Нужно, чтобы была чистота. И чтобы... Я, конечно, очень люблю домашних животных, но когда я вижу в тех местах, где купаются детки, купаются взрослые, купается огромнейшая собака-овчарка, у меня просто сердце к коровью обливается. Кстати, вот на этот счет очень много споров, потому что многие считают, что все равно за животными можно купаться, и в этом ничего такого нет. Значит, может быть, им можно купаться в Индии. В Индии, допустим, там и с коровами купаются, и у них это считается нормой. У них такие вот религиозные понятия. Но все равно при всей моей любви к животным, я считаю, что место для купания детей, людей и животных это разные места. Потому что любое животное может выделять всякую и паразитарную инфекцию, и глистную инфекцию, которые будут потом болеть наши детки и мы сами. Скажите, пожалуйста, а вообще много ли жалоб после купального сезона каждый год? Каждое лето, особенно вот в прошлое лето, было оно очень жарким, и купались люди в разных местах, в которых только можно было найти. Не говоря ни про карьеры, ни про городской пляж, купались в любом месте, где есть вода. И через где-то 5-7 дней после купания приходили с такими неясными высыпаниями на всей коже. Это явление аллергического дерматита очень связано с тем, что в местах наших пляжей купаются уточки, чайки, альбатросы или что-то прочее. И они выделяют личинки, так называемая болезнь циркориоз. Мы, купаясь, заглатываем эту воду. Она попадает нам открытую, на нашу открытую кожу. Там, где есть микротрещинки, микроранки. И личинки попроникают в кожу, вызывая аллергическую реакцию. Иногда она может быть в очень тяжелой форме, с поражением чуть ли не всего кожного покрова, с повышением температуры, с желудочно-кишечными нарушениями. И, конечно, это очень неприятно, опасно. Хочется, чтобы от лета у нас и от пляжей оставались только хорошие эмоции, хорошие фотографии, те, которые мы могли бы показывать. Но не хочется потом осенью найти у себя лемблиоз, токсокороз, токсоплазмоз, аскоридоз и т.д. и т.п. Понимаете? И все очень интересные слова и страшные слова. А вот у меня такой вопрос к специалисту. Можно ли заранее как-то путем каких-то анализов узнать, что у меня будет аллергическая реакция на ту или иную какую-то заразу в водоемах? Или это вот постфактум, я буду знать? Нет, ну, естественно, мы понимаем, что человеческий организм – это не машина, и мы не можем, к сожалению, провести там ТО для каждого человека, как для определенной машины. Но есть такие анализы, которые могут показать общий уровень аллергизации. Это, например, кровь на иммуногалоболин Е, это кровь на эозинофиль, накатионный белок. А специфические анализы, к сожалению, уже будем выявлять постфактум, так скажу. А вообще долгое лечение? Опять же, повторяю, индивидуальная реакция организма, индивидуальный иммунный механизм у каждого человека. Некоторые быстренько поправляются и забывают о всех этих проблемах. Некоторые достаточно долго болеют, особенно это люди ослабленные, у кого иммунодефицит и первичный, и вторичный, и какие-то тяжелые сопутствующие патологии. Поэтому нужно в первую очередь уберечь себя. Хорошо, спасибо большое. И вот следующий очень интересный вопрос. Я думаю, что в этом вопросе будет компетентен Вадим Борисович, как председатель общественной палаты. И вопрос заключается в том, в чем все-таки в ведении находятся пляжные зоны и какие структуры должны следить за их благоустройством и контролировать их. Ну, это отсылка даже к вопросу Дмитрия еще о том, что можно ли что-то с карьерами сделать или нет. Про городской пляж мы уже сказали. Купаться нельзя. А зона самого пляжа находится в ведении муниципального предприятия, дирекция парков, которая каждый год, как я уже сказал, его готовит к сезону и отвечает за сохранность оборудования, исправность его, чистоту пляжа и тому подобные вещи. И там деятельность эта происходит достаточно ритмично, то есть на ежедневной основе. Прошу прощения, что перебиваю. У нас сейчас в прямом эфире будет звонок. Итак, слушаем. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Неуемная Ольга Ниловна. Очень приятно. Какой у вас вопрос? Ну, наверное, мы уже прослушали целую пляжу страшилок, и они очень справедливы. Сразу же возникла такая картинка. Если у себя в квартире наполнить ванную, пригласить бомжа помыться, потом искупать собаку, постирать ковер и до вершения туда еще химикатов каких-то добавить, чистящих, и после этого решиться помыться самому, то, наверное, желание исчезнет. То же самое касается и наших водоемов. Поэтому нужно просто накладывать, наверное, вето на наши водоемы, а думать не о воде, а о солнце и воздухе. Использовать в полную меру именно эти варианты. Вот, например, на пляже, на Волжском, там очень хорошая спортивно-развлекательная зона. И мы констатируем это постоянно. Вот по образу и подобию надо, наверное, обустраивать и другие зоны отдыха. То, что касается наших водоемов, мы, наверное, не единственные на планете и в России, матушки. Наверное, есть какие-то наработки в других регионах, и, может быть, их тоже можно использовать. Ну и плюс еще есть потенциал наших бассейнов. Ну, солнце и воздух — это вне бассейна. Вот если удастся такой конглоберат осуществить, то тогда, наверное, и здоровье можно будет не пошатнуть, а поправить. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое за мнение. Также, дорогие зрители, не забывайте нам звонить по номеру 300-190 и задавать свои вопросы. А мы продолжаем. Да, мне кажется, не все так плохо, как Ольга Ниловна тут рассказывала. Хотя бы вспомним опять карьеру, про которую мы говорили. Там все-таки с водой более-менее ситуация понятна. А возвращаясь к пляжу, можно согласиться, в том числе и с ней, с Ольгой Ниловной, которая звонила и сказала, что там-то, в принципе, у нас есть возможность для полноценного отдыха в течение выходного дня или в течение дня рабочего, когда позволяет температура, да, и спорт, и некие другие активности. И солнце, как доктор правильно сказал, надо контролировать ситуацию, потому что с ожогами тоже большая проблема. Но инфраструктура есть, и она работает с водой. В ближайшее время там сделать вряд ли что-то получится. Но хорошая новость еще есть в том, что у администрации города есть поручение, в том числе и губернатора, о проработке вопроса о том, чтобы сделать пляжную зону выше по Волге. Это деревня Черкассы со стороны, напротив Мегаловской набережной, которую только что отремонтировали, кстати. Есть участок земли городской, на котором можно сделать пляж. И по перспективным исследованиям, там вода может быть вполне соответствующая нашему Санпину. Но, естественно, туда нужно вложить определенные средства, и у города такой проект сейчас находится на проработке. То, о чем Дмитрий спрашивал по карьерам, можно ли сделать официальную зону пляжную, зону отдыха на карьерах. Теоретически, конечно, можно. Но для этого должна быть, на мой взгляд, инициативная группа, которая бы этим серьезно занялась. А как Вы думаете, инициативная группа все-таки со стороны власти или народа? Здесь не надо даже делить власть, народ. Инициативная группа должна включать представителей всех структур и общественников, и городскую администрацию, и депутатов, и федеральные органы, потому что земля-то федеральная. И только когда в такой группе будут представители всех направлений, всех структур, общими усилиями можно будет сделать. То, что ребята там уже делают, организуют там площадки для активных видов спорта, это здорово, конечно, да. Но, безусловно, нужно эту ситуацию каким-то образом формализовать, чтобы, как доктор говорит, там появился пункт медицинский, чтобы был контроль за соблюдением элементарных каких-то норм и правил. А как Вы думаете, за это должны идти какие-либо административные штрафы? В случае вот... За что? За то, что люди купаются в тех местах, где... Нет, за то, что определенные частные предприниматели организовывают, допустим, какие-то активности водные на там, где нельзя купаться. Нет, ну, на карьерах-то как раз можно купаться, и пусть они организуют. Какие там финансо-денежные отношения, то пусть, наверное, налоговая инспекция в этом разбирается. У нас-то, прежде всего, вопрос в том, чтобы это было безопасно, удобно, комфортно и не принесло каких-либо проблем. Вопрос административных наказаний по поводу того, что люди купаются в неразрешенных местах, я, честно говоря, не слышал ни разу, чтобы людей за это наказывали. Вот за то, что человек переходит дорогу не по пешеходному переходу, хотя вроде бы подвергает свою опасность, свою жизнь опасности, да, за это наказывают. Есть четкие нормативы, есть ПДД, все всем понятно. По поводу воды, ну, наверное, тут личное дело каждого и все-таки всем и большинстве взрослые люди, мы должны контролировать самостоятельно эту ситуацию. И все же говорят о том, что, ребята, не купайтесь здесь опасно или по одним, или по другим причинам. Нет, к сожалению, люди идут и плавают. Следующий вопрос, очень интересный, кстати, который волнует многих жителей нашего города. Могут ли платные благоустроенные пляжи стать альтернативой заброшенным муниципальным? И вообще, рентабельно ли в нашем регионе создавать такие объекты? Вот, Дмитрий, как вы считаете? Я считаю, это рентабельно. Даже взять, например, в Сахарова есть небольшой, по-моему, пруд, сам там, к сожалению, еще до сих пор не был, да, там под свой юрисдикцию, так сказать, взяли этот пруд и его оформили. Там есть площадки, там есть кафе, там есть, опять же, занимаются вейк-парк сделали. И, то есть, туда завлекают именно этим. Развили они это все с нуля. То есть, именно молодежь, именно проводят там какие-то выходные, свои праздники. То есть, там еще рядом есть также другое место, где можно дополнительно отдохнуть. И это активно сейчас у нас используется. Взять же те же карьеры, опять же, да, там развиваются, и туда люди приезжают еще больше. Ну, и если сказать в нашем регионе стоит или не стоит, то у нас все равно лето, это почти июнь-август, солнечных дней у нас достаточно. То есть, мы не живем где-то севернее, где солнечных дней мало. То есть, использовать наши пляжи, наше солнце именно, которое есть у нас в летнее время, надо. И для того, чтобы более насладиться этим всем, надо помочь людям, да. Потому что, да, взять тот же городской пляж, помните, да, 10 лет назад там не было ни парка, никакой дополнительной инфраструктуры. Люди приходили просто на пляж посидеть под этими грибочками, грустно посидели. И все было хорошо. Да, ну, душевно хорошо, но ничего-то не хватало. Сейчас людей намного больше приходит именно на центральный пляж, но именно в эту зону. То есть, если бы по собственному пляжу у нас был, получается, для плавания предназначен, то и там, и там много было бы людей. Использовался не только инфраструктура пляжа, но и сам пляж. То есть, я считаю, конечно, нужно развивать именно и в нашем регионе это рентабельно. Хорошо. А вот как вы думаете, Вадим Борис, должны ли заранее частные предприниматели проходить какую-то либо проверку на безопасность, допустим, бизнес-сапов? Должны люди, которые создают этот бизнес, проходить проверку от того, что все безопасно, все людям это можно? Или это все дело от каждого? Ну, я думаю, что, конечно, это каким-то образом должно регламентироваться, по крайней мере, чтобы эти люди, которые там занимаются этим бизнесом, они имели определенную подготовку, как спортивную, так и медицинскую в том числе, потому что ситуаций огромное количество на воде, и которые приводят к трагедии, хорошо бы их избегать. Если человек знает правила оказания первой помощи, если он знает, как вести себя со спортсменом или просто с отдыхающим, который упал, захлебнулся в экстренных ситуациях, то это просто, конечно, необходимо. Если человек там упал с этого сапа, и он оказывается, что он не умеет плавать, то его надо спасать. А если человек, как инструктор такой условный, не понимает, как это делать, то это трагедия. Безусловно, мне кажется, что должны быть регламентирующие нормы, которые позволят нам таких ситуаций избежать. А давайте все-таки поговорим о теме, которая вот, хоть солнца пока нет, но мы о нем мечтаем, о теме, как же себя обезопасить от жаркого солнца на пляже. Ну, вот как позвонила наша телезрительница и сказала, что нужно солнце использовать на полную мощность. Опять же, я, как врач термотовидеонеролог, говорю, что давайте солнышко будем использовать не на полную мощность. Потому что очень вырос процент распространения таких заболеваний, тяжелых, как меланома, одна из самых злокачественных новообразований. Базалиома, ну и что важно и для девочек, и для мужчин, и для любого человека, так скажем, это преждевременное соторение. Когда под воздействием мощных лучей солнца на кожу, незащищенную солнцезащитным кремом, вот эти вот лучи попадают, и появляются на коже такие пятнышки, темные, рыжие, которые прибавляют нам всем возраст, и которые не очень смотрятся эстетично. Плюс, опять же, для девочек, для женщин, скажу, длительно пребывание на солнышке вызывает преждевременное соторение кожи. Кожа грубеет, кожа покрывается такими неприятными морщинками. А в наше время, где мы ценим красоту и здоровье, это не очень хорошо. Поэтому призываю всех загорать только в утренние или вечерние часы, допустим, с 9 до 11, или с 4 до 6, используя солнцезащитный крем. Солнцезащитный крем с фактором защиты не менее 30. 50, 50 плюс меньше, можно меньше, чем 30 нельзя. Особенно, опять же, призываю молодых мамочек. Я когда вижу, что детки голенькие, голенькие, загорают на пляже, без купальных костюмов, сидят в этом песочке. Слушайте, ну, правда, вот как-то это не очень хорошо. Мы понимаем, что детская кожа, она нежная, она тонкая. Получаются солнечные ожоги, которые через 10-15 лет могут перейти в неприятное заболевание, именно онко. И когда не защищаются слизистые, это, допустим, попаловые органы, для этого используется купальный костюм. Могут появляться такие всякие неприятные заболевания, как и паразитарные, и всякие условно-венерические заболевания, те, которые просто могут вызываться попаданием на слизистую стафилококков, трептококков, всяких других бактерий. Поэтому купальный костюм и солнцезащитный крем в обязательном порядке. Солнцезащитный крем не забываем обновлять каждые 4 часа. Такое, вот Юлия Ивановна рассказывает нам, некоторые могут сказать, слушай, что вы нам говорите, мы все это знаем, такой пляжный ликбез. Но вот, к сожалению, это надо повторять постоянно. Точно так же, как мы говорим постоянно о том, что есть финансовый ликбез, есть там налоговый и так далее, и так далее. И здесь то же самое. Люди к таким элементарным вещам, к сожалению, относятся очень легко. А потом, когда получают там солнечные ожоги, это проблема, с которой там идут в больницу и тратят время, деньги, настроение и так далее. Нет, совершенно верно. Я с вами просто согласна. Очень многие пренебрегают этим. И, кстати, существует даже мнение, что нужно в школах проводить перед непосредственно каникулами, долгожданными для детей, прям вот дополнительные уроки, рассказывающие о безопасности, здоровье и, наверное, какие-то еще медицинские... Ну, у нас же есть такой предмет, как ОБЖ, да? Основу безопасности. И очень хорошо бы об этом рассказывать. Хорошо. Давайте вот такой вот очень интересный вопрос. А где же вот купаетесь все-таки вот вы, дорогие гости? Где вы выбираете место для купания, отдыха? Ну, и в прошлом году, по-моему, я вообще не купался. А почему? Да. И вы не купались? Нет, я купался, конечно. Где? На Орше. Мне еще про нее про реку Оршу забыли, ну, так как я сам с Оршей, и плюс еще просто торфяная вода, она считается одной из самых чистых. Да, она по цвету непривлекательная, потому что она темно-коричневого такого цвета, да. Но при этом, как вода, то есть, понятно, мне даже приятен там те же карьеры и та же Тверь. Ну, есть свои минусы. Там вообще нигде ничего не обустроено, то есть там, в принципе, все это, так скажем, дикие пляжи. И очень много сельпней. Ну, это... Да. Но все равно, вы предпочитаете вот на реке Оршу, чем на городском пляже, правильно? Городской пляж у меня вычеркнут, наверное, уже давным-давно, уже лет 10-15 точно, потому что, как стал, наверное, учиться и понимать, что такое вообще городской пляж и почему, я как бы... Особенно как эколог. Да, да, да. Особенно как эколог. И, конечно, там никто тоже исследований, наверное, никаких не проводил, и я не могу сказать, подходит она по нормам или не подходит, но проблем потом не было, так что надеюсь, что все хорошо. Юлия Ивановна, а вы? Ну, я, к сожалению, купалась только в ванной, если честно. Не было времени, не было возможности, поэтому... Или вы вообще вот не хотите? Нет, я очень хочу и очень люблю. Наши тверские водоемы. В том числе и наши другие водоемы, не тверские. Но, к сожалению, время пока не позволяет, что... Может быть, в этом году. Да, все, и лет впереди. Хорошо, интересно. Ну, вот многие наши жители все равно, вот они... Им даже если что-то не нравится на пляжах, все равно у них нет выбора. Потому что, вот опять же, мы делали на Тверском проспекте в новостях опрос, и многие люди сказали, что, ну, я хочу купаться, а мне вот негде, не буду же я в Ване купаться, поэтому я вот иду на городской пляж. Даже если вот он не идеальный, я все равно его люблю. Вот такие вот у нас патриоты в нашем городе. Городской пляж, получается, еще выбирают из-за логистики. То есть это, да, это самое ближайшее место, и очень удобно. Кто-то, наверное, с Афанасией Никитиной прям вышел, перешел дорогу и уже может загорать. Все лучше, чем на балконе. Но еще про Тверцу не сказать ничего. Тоже у Красинского моста раньше там был более, так сказать, хороший пляж. Сейчас это совсем уже заброшенное место. Да, там с другой стороны моста уже делают грибную базу вроде как. То есть и там вообще нет места. Но сейчас на Тверце я тоже понимаю, что только выше по течению. Там река, опять же, чище. Я вот не знаю, в этом году проводили ли какие-то пробы. Пока в этом году еще не проводили. Ну, все это тоже стихийные места для купания. Это нельзя назвать в полной мере пляжем или зоной отдыха, о которой мы сегодня говорим. Хорошо. Итак, а наш эфир подходит к концу. Мы сегодня поговорили о пляжах Твери, где можно купаться, где нельзя купаться. И спасибо большое вам, уважаемые гости, за обсуждение. Было очень интересно. Мне даже самой лично было интересно. А вам, дорогие зрители, за то, что вы смотрели на нас. Всего доброго. До свидания. Хорошего лета. До свидания. Теплого лета.